Приветствую тебя, мой дорогой зритель. Меня зовут Ярослав и сегодня я расскажу тебе о скрытых настройках приложения DJI GO, которые здорово облегчат твою работу пилоту. А перед тем, как продолжить, обязательно подпишись на канал. Я жду. Молодец! Не многие знают, что свайп справа в окрае экрана вызывает меню с настройкой яркости. А также некоторыми другими полезными функциями. Первая иконка отвечает за изменение режима съемки на портретный и обратно. Второй значок управляет поворотом камеры на 90 градусов вниз и вверх. Третья и четвертая это установка HomePoint по координатам коптера или координатам смартфона соответственно. Нажмите в любом месте экрана, чтобы вернуться назад. Выровнять горизонт можно через меню приложения, но есть более быстрый способ. На пульте зажимаем кнопку C2 и поворотом правого колеса изменяем угол наклона камеры относительно горизонта. Отпускаем кнопку для сохранения настроек. Иногда бывает полезным посмотреть на экран без всех этих иконок и данных. Для перехода в полноэкранный режим нужно провести пальцем по экрану сверху вниз. Я же рекомендую изменить эту настройку на два пальца, так как свай под ним пальцем это системный жест в iOS и Android. В полноэкранном режиме на экране будет отображаться только текущий заряд батареи, а также время записи. Управлять выдержкой можно правым колесом пульта. По умолчанию вы можете управлять только значением ISO. Зайдя в настройки контроллера в приложении, вы можете изменить эту настройку на Right Dial ISO Slash Shutter Control. Теперь нажимая на кнопку C1, вы переключаетесь между ISO и выдержкой, а правым колесом изменяете их значение. Не все знают, что каждая иконка в правом верхнем углу экрана является ярлыком к настройкам. Нажимая каждую из иконок, вызываем соответствующее меню. Поднять и опустить камеру можно не только левым колесом на пульте, но и удерживая палец в любом месте на экране. Двигая вверх и вниз, управляем положением камеры по вертикали. При этом скорость движения не зависит от настроек в приложении. Нажмите на иконку в виде сетки для изменения режима отображения карты на индикатор направления и наклона. Подпишись на обновление, чтобы не пропустить видео, где я буду более подробно объяснять, как им пользоваться. На этом у меня все. Обязательно поставь лайк этому видео, если узнал для себя что-то новое. Ну и на канал заодно подпишись. Всем удачных полетов и красивых ракурсов. Пилота. А перед тем как... Ука Это ничего не было, но опыт китайский был затейный полностью